Сегодня, в этот воскресный день, Святая Церковь предложила нам удивительный рассказ, который раскрывает нам милосердие и любовь Бога к каждому человеку, как бы он не был болен, как бы он не был грешен, как бы он не был далек от Него. Однажды, как описывает в пятой главе евангелист Иоанн Богослов, Иисус Христос пришел в Иерусалим на праздник. Есть же в Иерусалиме овчая купель, которая называется Вифезда, Пять притвор и мущи. Это некая купальня, в которой омывались жертвенные животные, которых приносили Богу. Там омывали овец. Овчая купель, потому так и называется, с арамейского бет-хезда, дом милосердия, если быть точными, или дом любви, дом милосердия. То есть там, где совершалось удивительное чудо. Казалось бы, то, что приносится Богу, теперь имеет благословение для того, чтобы приносить пользу людям. Удивительное свойство было в этой купели. Однажды в году сходил ангел Господень и возмущал воду, шла по воде некая рябь. Всегда была ровненькая водичка, такая гладь, а когда поднималась небольшая волна, сама собой. Это был знак для всех, что это самое то время, когда тот, кто первый войдет в эту воду, получит исцеление. И отцем же недугом одержим бы ваше. То есть, каким бы ни был одержим недугом или болезнью. И мы можем себе представить, сколько было людей у этой купели, ожидающих своей очереди. Потому что только тот, кто первым входил в эту воду и исцелялся, все ныряющие или омывающиеся ее после такого чудесного свойства на себе не ощущали. И вот рядом с этой купелью лежало большое количество слепых, хромых, чающих движения воды, как сказано в Евангелии. И вот на этот праздник приходит в Иерусалим Христос. Он заходит не туда, где пышный обед, где радости, веселье. Он заходит туда, где скорбит сердце человеческое. И когда он подошел к этой купели, он увидел одного человека, который лежал в глубоком отчаянии. И вот именно к этому человеку он подходит. Обратите внимание, он подходит к тому, которому очень тяжело, который уже даже отчаялся в своем избавлении от болезни. И когда он узнает, что этот человек 38 лет лежит у этой купели, и его одр, то есть постель, на котором его выносили или заносили, был превращен практически в его дом. Это были огромные такие какие-то конструкции, которые служили и носилками, и каким-то приспособлением, и его там возможностью ночевать, спать, есть, пить. Вот этот одр, на котором он лежал, лежит 38 лет. Все понимали, что этого лучше не трогать. И вот он жалуется Христу. Жалуется Христу, что нет человека, который бы меня опустил, потому что есть люди, которые здоровее меня, они крепкие, они вперед меня заходят, и я остаюсь опять, и жду следующий год, и вот здесь лежу, и ем, и жду своего часа. Но нет такого человека, который бы опустил меня в купель, когда возмущится вода. И вдруг он посмотрел на Христа и подумал, а может быть это и есть тот человек, который мне поможет, который опустит меня, наконец-то, с 38 годами ожидания, в эту купель, где я получу избавление. Но он даже не ожидал, что тот, кого он встретил, не нуждается в том, чтобы брать его за руку, опускать в купель. Он одним словом исцеляет этого человека и говорит ему, возьми одр твой и ходи. Эти ожидания превзошли возможную радость этого больного. Но слова, сказанные Иисусом Христом, были настолько убедительны, что он поднимается. Представляете себе, вот если бы мы находились рядом с этой купелью и видели этого человека, который поднимается, мы видели бы его несколько лет лежащим. И вдруг он встает и берет свой одр, то есть огромную такую носилку, такой большой одр свой, и выходит из этого места. На радость и удивление людям, которые видели его ходящим и еще на себе несущим этот одр своей болезни, встречают его фарисеи. Как можешь ты в субботу работать? В субботу же нельзя ничего делать иудеям. А ты носишь одр в субботу? А вот тот, кто сказал мне, возьми одр твой и ходи, я взял и пошел. Куда он пошел? Вот интересный вопрос. Куда пошел исцеленный? Он получил крепость ног, крепость рук, чувство ощущения здоровья, которое мы не ценим, когда ходим, когда видим, когда двигаем руками, слышим, мы не ценим. Это как бы такой дар, как дар речи. А знаете что? Речи – это дар. Дар говорить. Человеку изъяснять свои мысли – это дар свыше. А мы забываем о том, кто подарил нам возможность говорить, видеть, слышать, ходить, дышать. Как мы забываем о том, что мы бескупели. Все это имеем как дар. А человек, который снова ощутил в себе этот дар здоровья, вышел. И куда пошел? Он пошел сразу в церковь и в храме встретил Иисуса Христа, который подходит к нему и говорит. Все здрав был, к тому не согрешай. То есть это говорит о том, что он болел по своим каким-то нам неведомым грехам. Но Христос говорит, вот ты стал здоров, не греши впредь, чтобы не случилось с тобой чего горшее. Хотелось бы напомнить всем нам, как часто мы с вами болели. Вспомните, мы лежали на одре болезни и просили Господа, Господи, исцели меня, Господи, помоги меня. Вот если я выздоровлю, Господи, то я и то, и другое, и третье сделаю. А как только исцелялись и снова пошли, и снова стали ходить, слышать, дышать, как-то забывалось наше обещание, наше намерение исправить нашу жизнь. И вот сегодняшнее Евангелие как раз и открывает нам несколько очень важных уроков. Первый из которых – это человек, которого не было для тех, кто нуждался в помощи. И каждый из нас сегодняшним Евангелем призван стать тем человеком, которого ждут нуждающиеся страждущие люди. Нет человека, вы слышите? Человека нет, который бы помог мне. Сколько вокруг людей живут, нуждающиеся в этом простом человеческом участии, в слове, в деле, в какой-то элементарной поддержке. И мы не становимся этим человеком. Первый урок для нас, выйдя из сегодняшнего богослужения, должно стать то, что мы должны пожелать стать тем человеком, как Христос, который подходит и интересуется, и спрашивает, чем тебе помочь. Ты так долго страждаешь. Он не выбирает того, который здесь находится даже один год, или два, или три. Он подходит к тому, который страдает уже 38. И из всех он видит, что этот самый страждущий и самый нуждающийся в этом человеческом участии. И подходит, и оказывает ему милость. И каждый из нас также может по силам, по возможности оказать другому ближнему любовь и снисхождение. Второе. Мы должны вспомнить, куда пошел после этого исцеленный. Он пошел в храм. Давайте и мы после исцеления помнить, что каждый из нас получил силы и здоровье не для того, чтобы грешить дальше, а для того, чтобы храм Божий посещать и знать, что благодарение Богу за исцеление должно приноситься во время Евхаристии. И служба наша, литургия, в переводе означает «благодарение». И каждый воскресный день, когда мы приходим с вами в храм Божий, мы благодарим Господа, и священник от имени всего народа возглашает этот удивительный зов, воздевая руки со словами «благодарим Господа». Вот что происходит во время воскресной службы, которую да не пропустит никто из нас впредь. В воскресенье, а их всего 52 в году, каждый христианин должен прийти и поблагодарить Господа за прожитую неделю, потому что она была разной и трудной, и может быть наполнена испытаниями. Но ты жив, ты здоров, приходи и поблагодари Господа, здесь Он ждет тебя, и здесь, именно тут, ты сможешь услышать сердцем Его голос, который скажет тебе «ну вот ты выздоровел, помнишь, сколько ты грешил, помнишь, сколько ты подходил на исповедь, называл своих грехов, а вот теперь ты здоров, но иди и впредь не греши». Чтобы не случилось с тобой чего-нибудь хуже, из того, что ты уже пережил и из чего ты исцелился. И вот с этим чувством мы должны теперь жить. Каждый из нас, кто переболел и теперь жив, должен вспомнить эти слова «иди и впредь не греши», чтобы какая более страшная болезнь не случилась с тобой. И вот с этим чувством страха согрешить мы должны закончить сегодня литургию. Итак, подытожим. Первое. Давайте будем ближе к тем, кто нуждается в нашей заботе. Второе. Давайте не будем забывать о Божьем храме, как о врачебнице духовной, где всегда ждет нас Христос. Давайте не будем удивляться тому, что стоя на молитве, вот просто стоишь и слушаешь песнопение, и вдруг какая-то мысль. Зачем ты то сделал? Не делай больше. Это тебе сказал в сердце Христос. Не греши больше. Вот выйдешь после воскресной службы и не возвращайся к тому греху, чтобы тебе, сын мой или дочь моя, не случилось чего худшее. Вот какие удивительные уроки мы можем извлечь из сегодняшнего Евангелия. Я поздравляю всех вас, дорогие, с Пасхой Христовой. Пусть свет Христового воскресения озаряет путь каждого из нас. И пусть свет радости Пасхи наполнит наше сердце радостью о том, что мы с вами живы, живы наши родные, близкие. И пусть эта радость о жизни, об исцелении никогда не позволяет нам снова возвратиться на путь греха, чтобы не случилось с нами чего горшего. Аминь.